И вот, мне вот интересно, это СКВшка, она в разведку с первых, уже буквально одна из самых первых, или же у Тармал все-таки проксик какой-то? Бараки будет играть? Нет, видимо, просто разведывает. Ну, у Тармал действительно поехал разведывать, потому что у него по миникарте видно, что дома барак ставится, то есть он либо какой-то второй хитрый прокси-барак прям под носом у соперника, что совершенно не исключено, и судя по миникарте именно это и происходит сейчас. Понеслась. Да, и это уже весьма забавно. Вот, ну, ой, я слышал звук отмененного здания, пробкой нашел, смотрите! Ну, вот это подготовка просто. Это, по-моему, кстати, сапплай, слушай, на рампе стоит. Да, да, видимо, там был действительно с самого начала прокси-барак, но в итоге этот прокси-барак был отвенен, потому что Харстом разведал барак, разведал задумку соперника, и тот мгновенно отказался. Я вот еще что хотел сказать по поводу Харстома. Собственно, почему многие считают, что он в хорошей форме. Он недавно выиграл Go4SK2 европейский 17 января, это было в один день с квалификацией на CyberTraceForce, поэтому я хорошо помню. Я просто зачитаю вам список его соперников на том турнире. Верди, ну, там дальше неважно, ноунеймы, Хэппи, Ботвеник 2.0, Кореец Апокальбис 2.0 и в финале Снют 3.2. То есть, не то чтобы прям какие-то суперзвезды, но просто если Харстом справляет, ну, вот, допустим, с нашими главными звездами, Хэппи и Верди, без особых проблем, обыгрывает хоть какого-то слабенького, но корееца Апокалипса, и потом в финале обыгрывает самого Снюта, значит, он находится в хорошей форме. Я думаю, что это довольно очевидно. Ну, и вот теперь нам предстоит посмотреть на то, найдет ли эта форма какое-то отображение в этой игре. Опять же, очень хорошо для Харстома, что он сразу решил разведать, сразу решил понять, чем занимается соперник, и быстро поймал у Термола на то, что тот решил чизануть на карте Dusk Towers, очень неудобный для тернов. Теперь у Термола включает план Б. У Термола есть такая чизовая разведочка с КВшкой, которая просто стоит на мейне, ждет своего часа, чтобы посмотреть, что же там делает. Я вот не уверен, что так уж и оно того стоит. По-моему, куда эффективнее было просто просканить. И эта СКВшка, если бы все это время добывала, она принесла сравнимое количество ресурсов вот с одним сканом. У Термола? Потому что, ну, она там стоит с незапамятных времен уже. Да, конечно, ее не нашел. Почему-то стоит. Стоп, почему этот аккаунт стоит же? Ну, просто... Я знаю, кто такой стоит же, это точно не Харстов. Ну да, это как раз админ Дримхака, не знаю, почему бы и нет. Да, и вот она, разведка непосредственно у Термола. Видит Роботикс... А, нет, Роботикс. А, нет, Роботикс. Да, видел Роботикс, видит Твайлайт и такой... Хм, что же это за билд? Да, вот. Причем, если бы это был Ходс, то ирония была бы неуместна, потому что афиг знает, что это за билд. Это может быть сейфовый Блинк Робо. Это может быть какая-то вообще сумасшедшая неадекватная задумка с Чаджем. Это может быть внезапно агрессивный Блинк. Это может быть дроп Зилотов, какой-то Вар Призмы, игра Блинком от Обороны. То есть, вариантов было бы много. Ну, а сейчас в Legacy of the Void, конечно, видишь Робот Вайлайт и... Делаешь циклон, начинаешь терпеть. На самом деле, циклон, викинг полностью отбивают эту всю агрессию. Вопрос в том, будет ли заказывать именно викинг. Ну, я бы так не горячился насчет того, что циклон, викинг прям вот берут и отбивают. Мне кажется, сейчас очень много тернов просто взвыли одновременно. Там кто-то в постелях перевернулся, кто-то еще где-то. Потому что мы уже видели много контрпримеров к этому правилу. Правилу Аргенту мы назовем его так. В общем, не знаю, есть у меня сомнения на этот счет. Тем более циклоны. Смотри-ка, у термала собирается использовать агрессивно. И действительно, циклон очень хорошо справляется с пилон-оверчарджами. Если пилоны стоят вот так, вот они на хайграунде. Интересно, задумка у термала. Хорошо, я приду, я заберу два пилона. При этом отдам всех рабов на майне, потому что туда призма прилетит. Ну, там типа танк и либератор и марики. Окей. Сейчас мы посмотрим, как надеемся. Этого все равно мало против трех адептов. Плюс там еще сейчас пойдет до варп. И я думаю, Харстон не постесняется хорошенько варпнуть в атаку. Плюс он под контролем адептов не стал появляться в разложенном танке, благо. Но как только он их до варпает, а, Харстон решает просто улететь. Ну, тут вообще радикальные решения от у термала и от Харстона. У термала ко мне прилетели адепты, я улетаю всей базой сразу. Я, то есть, даже не пытаюсь дефить. Это, знаешь, радикальнее только F10N нажать. Более радикальные. Через паузу, конечно. Ну, начиник. Да, можно еще через паузу. То есть, более радикальных вариантов вообще не существует в природе. То есть, тут такой очень забавный ход. Ну, я с целью Харстона, там, пять пробок на газу качают на третий. А, все, уже поправил, был там момент. В общем, подвинул танк. Призму, кстати, не шибко-то. Решил даже с танком поевать. Хотя адепты, в принципе, неплохо. Даже с танком могут разобраться. Особенно там в количестве трех штук. А буз либератора, на самом деле, такой себе. Ибо сейчас подведут сталкеры. И, по-моему, даже улететь отсюда не сможет у термала. Хорошая реакция. Ну, либератор вообще быстрый юнит. Я, кстати, не понял, почему Харстон не продолжил Харас с Варпризмой вот на той базе, куда улетел у термала. Он же понимал, что у термала не в край карты улетает беймить, а просто перелетает на другую базу. Но почему-то там он свой Харас не продолжил. И у термала в итоге в неплохом положении. Ну как, 37 на 53, вы скажете. Но, поверьте, это еще неплохое положение для терна, в которых Харасили или пытались, по крайней мере, похарасить. Ну, конкретно из той ситуации, как бы, у термала, по-моему, просто умирал дома. Буквально с одного варпа. Ибо там, ну да, танк. Да, там, 6 мареков. Ну, тень в танк и до свидания. Исходя из новых этих тенденций. Ну, кстати, либераторами очень неплохо катать, устраивать сейчас протаса у термала. Ну, вот под оверчарджами не самое лучшее дело было разложиться. Так что один из либераторов он, да, там, минеральная линия нутрал все еще страдает и не может качаться в средних минералов. Ну, там пока улетел, в любом случае, либератор. Собственно, у термала уже готов третий командный центр. Все это время, напомню, Харстом сидит на трех базах, у термала на двух. Но я так понимаю, что Харстом сейчас собирается предпринять вот эту корейскую атаку иммортала сталкера адептами. И как раз есть апгрейд на блинг, есть апгрейд на скорость атаки адептам. Ну, в общем, на самом деле Харстом играет тот же билд, который мы уже многократно видели в исполнении корейских протасов против корейских тернов. Когда ты открываешься через Харасова призмы с адептами и потом продолжаешь такой полуулыновой фактически атакой. Только Харстом, конечно, не так хорош, как корейцы, поэтому у него многое получается не очень здорово. Но сейчас мы посмотрим, насколько хорош у термала, которому от этого всего отбиваться. Либератор, кстати, полный игнор Мазершепкора, как будто его не существует. Но очень красиво находит уязвимые точки. Смотри, раз за разом теран очень удачно раскладывается либератором. И у того 18 киллсов на секундочку. В общем, все бы хорошо, но тут в минеральной линии оказываются адепты, а это всегда неприятно для терна. Такие неплохие залпы танков буквально по своим же СКВшкам по итогам. Но, кстати, адепты все были стерты из поля боя. Мне казалось, что термал с таким же психом уйдет с третьей, но нет. Термал все-таки решает побоевать за него. Плюс там куча танков, куча мариков. Внезапно, не в таком уж и приятном положении оказывается протас, ибо рабов у него в определенном моменте было меньше. У термала там полная цешка на мейне мулов. Мне там бросалось в глаза, что там энергии больше 150 уже скапливалось у термала. Так что в любой момент он может накидать мулов, накачать и вполне себе неплохо чувствовать по экономике. А, уже потратил даже всю эту ману. Вот он как раз в момент 40 морпехов. По апгрейдам, правда, термал не торопится делать именно броню, хотя против нынешних адептов все равно... Там же с шелдом 3 выстрела при любых раскладах. Там даже есть расклады из серии, когда у адепта есть плюс 3 на атаку, в общем, морпех будет умирать все равно с двух, но так-то да. Действительно... А, даже так. Да, ну все равно, как бы это не очень актуально, поэтому забили. Ну вот и шторм, по-моему, поздновато делает Харстон. Да, у термал сидит дома, но вот такое окно неплохое у термал. Я не понимаю, почему он все еще сидит дома. Он должен был понимать, что Харстон они так уж и много. Из этих 40 морпехов могли бы устроить. Плюс там Блинк Сталкера, а не масса адепты, поэтому с этой армией можно было бы подраться. Но у термал предпочитает сидеть дома всей этой кучей. Причем он играет только в марика танки. Обрати внимание, ни одного мародера на карте. Это мне напоминает то, как ТВТ играют, да и ТВЗ нередко. То есть, по сути, сейчас у термал, возможно, все три матча поиграет одинаково. Через марики, танки, медилаки. И такой, ох, вейт, я думал, это Винкс и Флюберти. Хотя тут внезапно начали летать танки. Ну, знаешь, вот сидел-сидел у термал, копился, а там уже шторм. И это не самые приятные новости сейчас для термана. В чем голых морпехов. Новости, я бы сказал, даже отвратительные. Да, я согласен. Мне вообще не нравится этот состав армии ни в каком матчапе, кроме ТВТ. То есть, когда такое в ТВЗ делают против Роучи Равиджа, мне это тоже совсем не нравится. Я считаю, что без мародера выиграть нельзя, ни в ТВП, ни в ТВЗ. Но вот у термала свой взгляд на жизнь. Не исключаю, что абсолютно правильный. Так или иначе, сейчас он в очень хорошей позиции раскладывает танки. И, смотри, вкалывает стимпак. Пытается забрать Нексус Харстом. Великолепно, смотри, как расплетился. Но, как-то он на муви ходит. И пока ни одного шторма я не вижу. Вот, пошли. Штормы пошли, но как-то... Ну, вот только последние штормы. И то концовочкой своей неплохо зацепили морпехов. И вот верхняя группка живет. И вполне себе неплохо разбирает. Там еще гигантское просто дотекание, которое переворачивает Тарст. Шикарно принял, на самом деле, у Тарвова сражение. Мне казалось, что вот его таки тянуло к этим психам, которые не были, собственно, на армии тусили на четвертой. Но, по итогу, у Тарвова просто шикарнейшим фронтом. Там, там, пару... Даже, по-моему, даже в три экрана мариков разделился. И принял сражение. У Харстона там штормы посыпались налево-направо. Но то ли как-то перед танком он их бросит, то между танками и мариками. В общем, не совсем туда, куда надо. Разлетели штормы. И Харстон был просто размикрен в этом эпизоде. 1-0. Да, Харстон очень плохо принял решающий бой. Я полностью с тобой согласен. Что у Термал там великолепный разложил танки, расплетел с пехотой. И, не знаю, как-то вот... Не совсем мне нравится все равно то, что делает у Термал. Он, в принципе, полностью в своем праве. То есть, он очень грамотно реализовал свою концепцию игры. Сначала сидим в глухой обороне. Это больше всего мне ТВЗ напоминает. Вот он просто, знаешь, очень осторожно играл через три базы у себя дома. При этом параллельно летал чуть-чуть, харасил соперника либератором. Но не более того. Ну, там это чуть-чуть, на самом деле, превратилось в кучу убитых рабов в харстон. Ну, я понимаю. Но, то есть, я к тому, что он не слишком складывался в этот харас. Это, знаешь, как кататься гелионами и чистить крип. Вот примерно то же самое. То есть, если зерк, как бы, плохо сыграл, то, ну, ты можешь, действительно, гелионами взять и убить 20 рабов. Но это, как бы, не планируется. Это не часть билда. Посмотри, кстати, лимит 180 на 200. При том, что у Протаса штормы, там, одни морпехи, мне кажется, что в этом сражении харстон. И вот штормы, типа, идут. И первый шторм идет. Ну, вот, да, вот этот ряд штормов, который был перед танками вниз, он вообще в никуда зашел уже, по сути. Ты знаешь, мне кажется, даже не в этом дело, а в том, что просто харстон там на муве нормально походил под залпами танков, которые были очень удачно разложены. Он, видимо, не решился идти с хайграунда или слоу граунда, потом решил поменять, ну, в общем, да. Игра, которая началась с неправильно распличенных СКВшек и с отмены прокси-барака, вот, закончилась в гонтике так уверенным по микренату термала. Ну, что ж, Ruins of Saras. Да, 1-0, 1-0. В пользу Терана действительно пока. И теперь мы посмотрим, как он справится со своим соперником на ближних респаунах Ruins of Saras. Ну, вот это очень спорные респауны для Терана, на самом деле. Принято считать, что маленький рождествен для Терана это хорошо еще со времен Металлополиса, если помнишь. Ну, или Лос Темпла даже. Ну, как бы, это одни и те же времена, по сути. И Steps of War, я знаю, Тераны очень любили, особенно. Там никнейм Bit by Bit был такой, но не будем об этом. В общем, немного другая история. Изменились, да. Да, но все равно, как бы, рождествен с между ближними респами Ruins of Saras, это примерно то же самое, что на карте у Лерена. Может быть, чуть-чуть больше, но это компенсируется тем, что нет никакого. Больше, 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 больше. Тут, как бы, сильно влияет то, что мейны все-таки сдвинуты наружу, а не внутрь, как на Ульерене. Ну, не знаю, я вот... Ну, не внутрь там. А до натурала, то, как по мне, ну, плюс-минус. Тут, правда, понимаешь, в чем дело? Да, как бы идти пешком в целом дальше, но в чем разница? Разница в том, что тут нет узкого перешейка, на котором можно соперника сдерживать. У Лерена это такая очень тонкая, такая весьма стратегическая карта, на которой есть много интересных приемов, как можно вот это маленькое расстояние компенсировать между базами, а тут таких приемов не существует. Под деревом оно, конечно, безопаснее. Загорающая просто эскалашка очередная. Нет, ну, спутает с деревом, не заметит, вон же... Некоторые терраны тоже не замечают в варпу масс адептов на мейн. Вот, так же прячется эта эскалашка, но, видимо, это какая-то фишка у Термала, он считает, что это куда выгоднее, чем сканить или пытаться там. Ну вот, на самом деле, если он забегает эскалашкой и не делает рипера никакого, которого он дает, и не сканит, то, может быть, это как-то там даже выгоднее, но... Слушай, ну вообще, вот такие спрятанные сивишки у нас в Солсе когда-то был такой цикл, назывался бронзовые штучки. И вот в список бронзовых штучек, то есть приемов, которые рассчитаны на то, что соперник просто, ну, облажается, да, вот в этот список под вторым номером входил именно тот прием, который используют у Термала. Не знаю, как можно... Честно говоря, он во втором сайте подряд весьма успешно работает. Я понимаю, но это исключительно проблемы Харстома, потому что, ну, это действительно как-то совсем... Уже несерьезно после Доск Тауэрс, уже не смешно. Да, да, абсолютно. Ну, если кому-то интересно под первым номером в списке наших Солс и бронзовых штучек, конечно, попытка сорвать рабочих в надежде окружить и уничтожить раба-разведчика, в надежде, в свою очередь, на то, что там не используется Минерал Волк. Вот, ну, практика показывает, что хоть называем мы это бронзовыми, но работает во многих лигах, там, до Алмаза включительно, как минимум, а иногда и на более высоком уровне. Ну да ладно, сейчас не в этом дело. Собственно, у Термала должен был быть идеально готов к Оракулу, и у него турели, кстати, чуть ли не секунду в секунду. И вот сейчас мне очень нравится выход с Циклоном, потому что это выход, которым реально можно отменить третью. Ну вот, там только один пилон на третьей базе, плюс у Протаса сейчас, по сути, кроме Мазеркора и пары адептов, ну и Оракула, а, адептов целых четыре, ну, честно говоря, шансы резко побледнели в моих глазах у Термала, ну, потому что Циклоном сейчас жизнью расстанется от этих адептов, хотя на таком же расстоянии помню. Слышь, Харстон так жестко блефует со своими адептами, нереально, если бы я был Терном, мне было бы так страшно. Потому что, когда ты видишь шесть теней, которые вот-вот телепортируются в морпехах, ну, блин, это реально как-то, ну, вообще не очень получается. Час один. Я еще и очень слоупок, я видел предыдущий момент, в то время, какой же был следующий, я понял. Я сильно позади, в общем. Окей, я понял. Ну, это странно, потому что вроде я ничего не обновлял, может, я лагала просто. Ладно, в общем, это такое дело. Циклоны там попадаются под адептов. По-моему, Харстон просто умер только что, нет? Ну, то есть, Харстон вместо того, чтобы воевать адептами с мариками, решил повоевать адептами с циклонами. И это ничем хорошим не закончилось, причем Харстон продолжает варпать одних только адептов. Он не собирается строить сталкеров, зилотов, ну, и поэтому он просто выходит из игры. Вот! Что вообще происходит? Что было в этой игре? У термал просто сейчас бомбер-стайл. Кепочка наперекосяк, и после каждой игры, которую ты победил, нужно с абсолютным покерфейсом сделать два глотка воды. Как будто бы все так и задумано, и тебе просто нужно освежить горло, чтобы продолжить громить соперника. Но самое главное, конечно, это кепка вот с таким козырьком, как бы на 30 градусов левее, чем обычно. Тут такой грустный-грустный-грустный Харстон. Я не знаю, честно говоря, что у него был за провал во втором сете. Первый сет он в целом провел нормально, там были какие-то проблемы, не очень здорово было проведено решающее сражение. Но вот здесь, во второй игре, что-то вообще странное. Опять пропустил ICV-шку на мейне, потом просто взял и отдал оракулы на циклонах, потом телепортировался адептами в циклонов, продолжал просто тупо варпать адептов и даже, я не знаю, не пытался там что-то еще придумать. То есть, фениксов каких-то, допустим, вот я вспоминаю первые дни бета-тестирования Лотва, все протасы играли через фениксов, потому что иначе с циклонами было бороться нереально. Но вот, несмотря на то, что был Старгейт, в нем, как мы видим, был заказан новый оракул. Ну, то есть, просто не мог уже от своей темы отказаться Харстон почему-то. Странно, плохо он вот в этом сете сыграл реально плохо. О, вот момент с циклонами. А, я понял. Вместо того, чтобы телепортироваться чуть куда-то влево от циклонов и мариков и просто дать пару халявных залпов и забрать циклона, он телепортировался во всю кучу. В таком сферическом вакууме нужно телепортироваться адептами прямо в морпехов и потом прокликивать мариков. Ну, конечно, желательно еще не всеми адептами, а по два, по три, но неважно. Все равно нужно телепортироваться в морпехов, чтобы они хотя бы автоатакой стреляли по морпехам. Он телепортировался в циклонов. Это же самое выгодное для терна, когда циклон принимает урон, ведь по циклонам нет, естественно, никакого бонуса у адептов, а марики наносят его. Не знаю, в общем, что-то я совсем харстом в этой игре не понял, то ли он волнуется, то ли еще в чем-то дело, но пока вот этот красный терн, который появился слева сверху, напомню, что это у термал, справляется очень уверенно со своим соотечественником и соперником по RO16 Dreamhack'a. Для нас с вами это очень хорошо, потому что это означает, что последний терн Dreamhack'a может пройти в четвертьфинал, ну и для того, чтобы это сделать, ему нужно справиться с харстомом, вот этим протасом, который пока, по-моему, близко не показывает всего, на что он может быть способен. Такое ощущение, что вот харстом дает какую-то фору у термал в два сета, потому что в первом сете он не пошел добивать призмой, хотя мог. Тут какая-то невнятная чушь, но, видимо, сейчас три таких жестких заготовочки, и у термал отправляется домой. Или харстом все-таки вот не этот год харстома. Ой, можно я уже скажу, какую заготовочку у термал будет играть? В общем, он сейчас будет строить танков, либераторов, и будет просто пушить с одной базы. Потому что когда терн на карте Ульрена ставит два газа, то... А, там уже второй газ, здравствуйте. По-моему, уже сразу все... Конечно, еще реактор побыстрее, но просто сейчас у термал классический терн на карте Ульрена. Тут ты по-другому и не скажешь. А у термал не стесняясь, гейтвэй, не эксус... Харстом, да, не стесняясь, стандартный билд играет, но харстому-то и нормально играть стандартный билд. В такой ситуации, как по мне, идеальный вариант для протаса. Сейчас, может, кто-то будет сильно недоумевать, но поставить старгейт и строить вуидреев. Вот просто тупо строить вуидреев. Единственное, что, конечно, если там мины, то придется какую-то детекцию получить, но в уидре, во-первых, считанные секунды справляются с либераторами, во-вторых, очень легко можно справиться с передропами сидж-танков, ну и в-третьих, так как терн наверняка будет застраиваться с бункерами и турелями, как вы понимаете, бонусный урон по зданиям. Да, имморталы это тоже неплохо, но это не так универсально, потому что нужно будет строить антиэйр. А тут никакой земли, кроме адептов, по-хорошему, наверное, строить и не нужно. Ну вот, Харстом, смотри, строить попытки, похоже, находит интересного юнита у себя на мэне. Внезапно очередная скалышка, но все-таки роботикс от Харстома. Все-таки имморталами. Да, я опять позади почему-то, потому что скалышку он у меня только нашел, 42-43-44. У меня уже 3-0-0, я не знаю, в чем дело, честно говоря. Ну ладно, тут суть в том, что я тебе могу на 4 минуты вперед сказать, что будет происходить тут, как бы вне зависимости от каких-либо обстоятельств, но только уже исход сражения. Кстати, с минами все равно идет вперед. Ну там одна мина, которая, по-моему, делается просто для того, чтобы дропнуть. Ну то есть, смотри, тут будет дроп 6 плюс 1, 6 Марикова, одна мина. И после того, как Нина дропнется и внимание соперника будет отвлечено, у термал полезет уже дальше вперед с танком. То есть, ну как бы, этот билд, понимаешь, тут уже все настолько по секундам просчитано. Это уже столько раз я видел и на ладдере, и в играх высокого уровня, что тут, мне кажется, даже каких-то вариаций быть не может. Будет все именно так, как мы говорили. Марики, танки, либераторы, пожалуйста, если кто не верил, что тут в Уэйдрейм найдется место, нашлось бы. Нашлось бы, потому что вот либератор уже на карте скоро появится. Медиваки, танки, либераторы по всем этим юнитам. Напомню, у Уэйдрейм есть бонус. У термал, по-моему, очень хотел бы просканить апса, судя по тому, что он делает, но, вероятно, этого ему не стоит сейчас делать, тем более, что два апсервера на карте у Харстома. И я не понимаю, почему все это время Харстом не заказывал имморталов. У него целых два апса на карте уже. Да, да, то есть он двух апсов построил, а иммортала потом не делал. И пилоны он заранее не поставил, тут 3-4 штуки. Вообще, как бы, я не знаю, может, в Корее такой билд не играет, но... Ну, как бы... Ну, здравствуйте, это Европа, и мы умеем раскладывать танк под твоими муторалами. Харстом должен был понимать, что вот такой билд возможен... А, слушай, он построил Старгейт и заказывает Воидрея, между прочим, но как-то это все слишком поздно. Ну, танк уже, там такое количество морпехов, что, по-моему... Не, последовательность другой должна быть. То есть сейчас уже у него должно было быть два Воидрея, должны были быть тут куча пилонов и первый иммортал выходить. Вместо этого у Харстома... Ну, было 40 рабочих, да, вот, вместо этого, конечно. Ну, судя по всему, он отдает Нексус, потому что пилонов тут не осталось, и танк остановить нечем. А танков уже два. Тем временем и адепты начали получать какие-то халявные залпы, ну... Как-то это очень сильно попахивает. 3-0, очень прохладно пошли под залпами танков на лоу-граунд. Ну, опять, ну почему он телепортируется по танке и стреляет по танкам адептами, а не по марикам, ну что такое? GG 3-0 у Thermal очень легко справляется со своим соотечественником. Не оправдал Харстом наши прогнозы на то, что он, ну, хотя бы побороться сможет, и тренировки в Корее все-таки помогут ему. Бу-у-у!